так дорогие друзья я вас наконец-таки приветствую на моем youtube канале владислав дудукчанов сегодня мы проговорим о том что же важно в трейдинге и почему вы скорее всего 95 процентов из вас не зарабатывает в трейдинге и в чем же проблема может быть зарабатывает но не достаточно стабильно и есть плюсы 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 а потом какой-нибудь бамс минус и перекрывает все ваши плюсы на это как раз таки основа в ментальности и в общей то психологии в ментальности и в дисциплине что же это такое это когда вы включаете эмоциональное состояние свое на автоматическом уровне автоматом она у вас включается и вы начинаете допускать какие-то глупые ошибки которые вы спустя время смотрите и думаете блин это я допустил как я такое мог и так далее меня попросили продолжить тему психологии поэтому данный урок будет посвящен именно этому именно конкретно почему теряют деньги в трейдинге и я думаю что теряете вы по крайней мере 95 процентов из вас точно да мы все теряем но просто кто-то очень много теряет и толком не зарабатывает вернее за то что не зарабатывает теряются я теряю а вот фишка в том что математика работают у вас на вашу сторону или нет скажем так большое количество литературы в интернете курсы разные занятия семинары книги по большей части да если мы возьмем книги по трейдингу особенно про какую-то там технику про какие-то графики про какой-то там паттерны какие-то там точки процентики линеечка вымерять там флажки головы с плечами там и так далее короче всего 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 этого много начинающий что думает думать сейчас я изучу пару каких-то там значит схем как тут значит паттерны повторяются что-то на графике картинки какие-то и будут зарабатывать да вот но если было бы это так все просто то 95 процентов вы не терял они реально теряют и я думаю среди вас вот кто смотрит 95 процентов не то что теряют не зарабатывают то есть есть плюсы есть минусы но потери очень колоссально бьют что в принципе не остаетесь вы в плюсе или же около нуля большое количество литературы на тему по трейдингу и очень мало количество литературы но вот возьмем там сотни там тысячи книг про успешный трейдинг как завтра стать успешным трейдером трейдером и так далее но десятки книг а как же на самом деле работать со страхом а как же работать с убыточной позиции а как же минимизировать свои убытки как же работать с рисками об этом мало литературы потому что ну в основном новички цепляются на что как стать успешным трейдером за неделю и так далее вот такие заголовки поэтому этом масс маркет на этом зарабатывать деньги на продаже техник курсов и так далее это то что хотят слышать те люди которые приходят в трейдинг да у меня же youtube канал достаточно медленно набирает аудиторию также инстаграм также телеграм и так далее раньше я тоже был такой что больше в массу у меня в тик токе видео и по 20 миллионов просмотров набирали но спустя время я изменился внутри ментально в первую очередь от этого и подачи моего материала пошла совершенно другая более про качество а не про ту мишуру когда я хочу втюхать продать и так далее и у меня такое тоже было потому что да вот она есть именно поэтому я про то как на самом деле зарабатываются как на самом деле стресс получается как на самом деле преодолевать тот же самый страх стресс страх и так далее то есть я про ток о чем не принято обсуждать да если вы посмотрите инстаграм успешных каких-то там людей то как правило там идеальная жизнь которая в принципе не существует они же сами справляются с ошибками и либо если трейдеры какие-то там супер-супер то ошибки вообще свои никогда не показывают всегда у них только зелень всегда только плюс и так далее ну потому что это хочет видеть тот кто видит то есть тот же самый подписчик естественно они кормят их этим вот я как раз расскажу про другую сторону сегодня я хочу заметить и подметить именно 7 принципов в трейдинге стабильности надеюсь что вы их запишите надеюсь что вы их с этого же дня будете предпринимать это тот действительно что поможет вам сократить ваши убытки сократить ваши потери уменьшить их количестве и тем самым дать вашим прибылям расти так сказать дать подышать до сделкам не перекрывать им кислород ну и в принципе я думаю что начнем давайте перейдем графику я начну это от графика чертить допустим открыт график до просто вот какого-то дня и первое о чем я хочу сказать один из принципов стабильности в трейдинге что поможет действительно и помог мне потихонечку снижать уровень стресса убирать страх потому что если вы торгуете у вас есть страх вам тяжело будет принять правильное решение потому что включается защитные функции нас у нас как у людей и мы начинаем бей или беги до от страха так сказать спасаться любое нахождение в позиции мозг воспринимает как боль потому что он хочет убрать эту боль то есть либо зафиксировать позиции в плюс а вдруг сейчас минус уйдет или в минус уходит давай потерпим до нуля дойдет или до плюсы и так далее то есть он не хочет идти на боль это его защитная функция как это преодолеть это преодолеть нужно страх и так семь принципов которые мне помогли первое я объективно идентифицирую мое конкурентное преимущество вот возьмем график что это значит я объективно идентифицирую свой конкурентный плюс мое конкурентное преимущество заключается естественно в протеке в том что я знаю как устроена механика рынка это мое конкурентное преимущество мое конкурентное преимущество она дает мне право первое если у меня есть тренды я работаю по тренду если у меня есть price action как закрывается каждая свечка и что она сигнализирует я добавляю сюда price action если объемы я смотрю так или иначе стреляют на определенных свечках это добавляют также в конкурентное преимущество если есть какие-то уровни до уровне там допустим сопротивления до или уровне там поддержки я также это добавляю в конкурентное преимущество вот это все вот это все да я вот именно вот в том что я назвал вот это все когда соединяю в общий соус в общий какую-то суп солянку и так далее это мне дает конкурентное преимущества перед принятием решения о входе сделку если мне все критерии говорят что до сделка вероятно сделка возможно может быть хороший да обязательно может быть я начинаю рисковать в данной сделке беру на себе риски пробую заходить в какую-то позицию да например вот здесь я вчера в шорт вставал да вот здесь я вчера вон вставал и так далее это все мне говорит конкурентное преимущество так вот извиняюсь именно конкурентное преимущество дает мне вот такое право но она не дает мне стопроцентную вероятность вот это важно понимать она мне дает лишь вероятность очень большую например 70 или 80 процентов вот это первое и почему я объективно идентифицирую свои преимущества я не предвзят потому что как мы сначала начали росли мы могли я мог спокойно искать тренд типа на ну типа откаты на продолжение вверх то есть работать по тренду да но в данном случае я объективен я не субъективен быкам не субъективен к медведям я просто торгую от того что у меня есть информация я понимаю что рынок может ванна в другого в абсолютно вообще в любую сторону пойти поэтому я объективен то есть до конкурентные преимущества есть но я объектив вот это важно понимать второе я заранее рассчитываю риски по каждой сделке допустим если я вот в эту сделку вставал в short да то я понимал что у меня заранее стоит мой риск то есть стоп за вот этот сигнальный баг то есть я понимал что это мой стоп если даже на один тик вот этого бара будет вот здесь вот так вот пойдется на выше на один тик этого бара я вы то есть я всегда когда захожу в сделку заранее знаю стоп-лосс и всегда нужно выходить по этому стопу раз вам стоит не выйти по такому стопу вы привыкните подумайте о ты че он же дошел здесь шлепнули стопы и все равно поехали вниз раз вам стоит не выйти по стопу мозг поймет что можно оставаться и потом он возьмет вот так и не дернет уйдет а возьмет уйдет 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 и вы зафиксируете уже когда очень будет огромный убыток и будет давить на вас я думаю у вас 95 процентов кто сейчас смотрит есть такая проблема железные правила вы должны быть гибки к рынку он может и 3 к одному дать и 5 к одному и 10 к одному дать но жесткий к своему стопу есть стоп значит стоп железно вот представьте если вы сейчас от преодолевает он на стоп вы всегда заранее знать свой стоп если он преодолевает стоп и вы не выходите можете все забыть о трейдинге уйти и заниматься своими делами только раз нарушите будет постоянно 3 я полностью принимаю риск потери определенной суммы денег каждой сделки я в каждую сделку захожу я не думаю сколько она мне принесет да многие как новички заходят и думают блин сколько она мне принесет 200 300 баксов 1000 долларов там и так далее да я думаю сколько я могу потерять из данной сделки я анализирую что вот данный бар если я вот здесь взял в short встал что даже если выйдет сюда да я выйду по стоп лоссов то для меня данный стоп лосс будет там 100 ну 120 долларов условно для меня это нормально если для вас 100 120 долларов много уменьшаете на уменьшайте количество позиций у меня там 10 опционов возьмите не за один опцион для вас это будет стоп 12 долларов 10 12 долларов с вычетом комиссии так далее все готовы вот вам нужно заходить в каждую сделку вы должны понимать что в данный момент времени вы спокойно можете получить стоп лосс у вас нету ни в одной сделке стопроцентной уверенности а даже значит 10 20 процентов которые остаются ну как может произойти а не успех ваш 10 20 процентов они тоже будут и они тоже будут происходить именно для этого ставятся стопы поэтому если вы заходите в сделку и думаете что куда-то там инструмент зайдет а вы не будете стабильно зарабатывать стабильно зарабатывает тот кто не ожидает никакого результата но есть стоп дойдет все он претензий к рынку не имеет вышел и 100 это как бизнесе в бизнесе есть расходы это расход там зарплата персонала закупка продукции рекламы и так далее вот это стоп это как расход этот а третий бы тот же самый бизнес это бизнес только когда вы будете относиться как бизнесу как своему детищу как к своему делу, то только тогда будут результаты. Это важно понимать. Вы никогда не ожидаете от рынка. Да, вы видите, что рынок идет, вы должны с ним общаться. Когда вы ожидаете что-то от рынка, вы не можете с ним общаться. Вы видите то, что хотите вы видеть, и вы не видите, что рынок чертит. Возможно, он объемами подсказывает и так далее, что чувак, я не готов там дальше идти, или на какую-то консолидацию захожу и так далее. Поэтому какую-то часть скинуть, какую-то часть поддержать и так далее. Да, вот Яма, видим, что 20 Яма вчера просто держала очень хорошо рынок Можно было как здесь встать, так и вот здесь выйти Но я тоже не доряжал, я тоже вот такую небольшую прибыль взял Ну, как для меня это так, вроде как стандартное Это уже на удержание тренда, такие дни достаточно редко, но есть Просто мне не понравилась очень бешеная волатильность в начале дня Поэтому я рисков, я здесь на шарте проехался, здесь на лангет проехался Считай, как вот такое вот движение взял Ну, как бы, для меня это достаточно Вот, вот это очень важно понимать Потому что с каждой сделки я готов потерять Если вы не готовы потерять даже стоп-лосс, не заходите в сделку Еще такой эксперимент есть Вот как узнать, когда вы добились успеха Это один там старый трейдер разработал методику Очень простая Вот совершите 20 сделок своих И чтобы в каждой сделке у вас не возникло 4 параметра Первое, чтобы у вас не было какого-то ожидания по результату Вот вы думаете, ой, сейчас будет столько-то Или типа, блин, сейчас не дойдет до этого То есть беспокойство о результате Если у вас этого нет Окей Второе Это если у вас есть беспокойство Допустим, вы начинаете колебаться Зашли в позицию, оно то идет, то не идет, то идет, то не идет Вы думаете, зафиксировать прибыль или нет Вот если у вас есть такая эмоция, вы еще не добились стабильности Третье Это если вы начинаете какие-то свои прошлые сделки мерить с настоящим Например, в предыдущий раз получили убыток И вы начинаете сейчас, блин, отобью убыток и выйду Или отобью убыток, еще чуть-чуть плюс зайду и выйду Все, вы начинаете не торговать эту сделку, не торговать рынок А вы начинаете торговать свое эмоциональное равновесие Это вот третье И четвертое Это Это беспокойство о ожиданиях о рынке, куда он может прийти, да? И четвертое Это если у вас произойдет Если вы будете думать о том, что Блин, сейчас не в вашу сторону пойдет И я допущу, типа, ошибку и у меня будет стоп-лосс Блин, или я сейчас допустил стоп-лосс Ёпты, нужно отбить Вот если у вас возникает чувство, я хочу отбить Да, я хочу отыграться А вот я в предыдущей сделке сейчас вот Или вот сейчас теряю Все, тоже нет Вот когда у вас эмоций не будет Будет ровно о том, сколько вы заработали Сколько вы потеряли Вот именно вот эти четыре главные эмоции Вот тогда можно считать, что вы добились успеха И можно спокойно, потихонечку повышать ваш объем в торгах Как только хоть одна из эмоций у вас появляется Вы еще не стабильны И вам торговать на какие-то объемы Более-менее повышенные запрещено Далее Четвертый принцип Мои действия полностью и безоговорочно согласуются с моим конкурентным преимуществом То есть, если мое конкурентное преимущество Я сказал, что я здесь стал short и здесь стоп-лосс Все, безоговорочно я выйду по стопу Если я говорю, что у меня там тейк 3 к 1 я сделаю Ну не нравится мне день Я либо полностью выйду, либо выйду А часть оставлю, без убыток скину То возможно так Я был не уверен, поэтому я вышел Вот так Поэтому и что вы сказали до Обязательно нужно это безоговорочно выполнить после Следующее Я плачу себе по мере того Когда рынок генерирует мне возможности И дарит мне Ну дает возможность для зарабатывать денег И дарит мне прибыль И я плачу себе То есть, себя награждать Это очень важно Не награждая себя Мозг поймет, что нахер он старается А он старается Он постоянно находится в дискомфортном стрессовом состоянии В любой сделке По-любому Вы в дискомфорте Как ни крути Любой трейдер Всегда будет на любом этапе времени Поэтому здесь важно Награждать себя То есть, ну как Словно Например, собачка Выполнила какую-то команду Ей дали вкусняшку И она Что Бах И порадовали ее Она у нее отложится в голове Что, блин Хорошо полюбить этот дискомфорт Потому что я за него получаю награду И то же самое, как в спорте Ну, 3 километра бежать Если вы на время бежите Ну, это же недостаточно приятно Правильно? Это же какой-то дискомфорт Вы же не бежите Потому что вам кайф Вы бежите на скорость Вы бежите на время И поэтому Награда ваша Это Ваше почетное место Медаль, кубок Слава И так далее Здесь ровно точно так же Только с деньгами И седьмое Я понимаю Абсолютную необходимость Следования Конкретно Моим Конкретно не моим А точнее Законом Стабильного успеха И как Стабильного успеха И как устроен рынок Ну, образно говоря Когда, допустим Вы понимаете Что Блин, вот я сейчас хочу взять сделку Вот здесь Или вот здесь И она какая-нибудь сочная Сейчас пойдет досюда Или наоборот Вот здесь возьму И пойдет она какая-нибудь сочная досюда То есть Вы хотите с одной сделки А бывают у каждого Такие Мыслишки появляются Сейчас я с одной Отопью на все И дальше Блин, я париться не буду Вот это постоянно Что-то там выискивать И так далее То есть Хочет, так сказать Обмануть систему Но так не получится Любой стабильный успех Это Большое количество Маленьких успехов Это каждый день Одна-две успешных сделочки Вот я это так ознаменую Некоторые думают Сейчас я там залечу В какую-нибудь ракету Очередную Какую-нибудь Биотех Какую-нибудь Да, акцию Или еще Которые там летали Несколько лет назад И сейчас Создам себе состояние Или в крипту Да, как говорится Какую-нибудь залечу Нет Успех достигается Маленькими шажочками Вот в трейдинге Да, многие думают О, там подняли 200-300 процентов И так далее Нет, успех достигается Вот этими Маленькими сделочками Небольшими Да, вы потихонечку Собирайте 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 Весь пазл И у вас формируется Капитал Все больше и больше А дальше этот капитал Не нужно использовать Его в трейдинге Его нужно Естественно Инвестировать Создавать Свои источники Пассивного дохода Чтобы не Все время Заниматься Например Трейдингом Возможно Но По крайней мере Какие-то года Там 10-15-20 лет Там вы уже Насоздаете Себе Капитал Который Вас будет Обеспечивать Путем Покупания Недвижимости Путем Инвестировать В долгосрочные Акции Только Вот такие Методы И третий Метод Создать Бизнес Вот только Три метода Которые Могут Сделать Вас Действительно Богатым Ну Других Методов Чтобы Самому Стать Богатым Не Родиться Да Там Например Успешной Семья Я не знаю На этом Все Надеюсь Было Полезно Обязательно Ставьте Лайк Данное Видео И пишите В комментариях Понравилось Вам Ли Данное Видео Хотели Были Еще Что На Эту Тему Чтобы Я Более Глубже Разобрал И Конкретно Что Просто Я Ну Мне Сложно Сориентироваться Конкретно Какую Информацию Подать Вы Дайте Мне Ракурс Дайте Фокус Чтобы Я В этот Фокус Соответственно Свое Внимание Обратил Потому Что Мне Нужен С вами Какой То Коннект Для Понимания Необходимой Информации Именно Глубины Куда Копать Нужно И Также Пишем Комментарий Каждый Кто Оставляет Сейчас Комментарий Будет Автоматически Внедрен В розыгрыш Как Только Мы Новую Тысячу Достигаем Подписчиков Я Буду Дарить 100 Долларов Тому Человеку Или Попросту Доллар Порядка 100 Рублей 10 Тысяч Рублей Просто Оставьте Комментарий К данному Видею Любой Тематический И так далее И вы Автоматически Попадаете И как Только Новая Тысяча На канале Щелкает Я провожу Розыгрыш И так Я буду Делать Абсолютно С каждой Новой Тысячи Поэтому Пишите Комментарий Выигрывайте Денюшки Наслаждайтесь Радуйте Себя И Делайте То Что Вам Действительно В кайф То Что Действительно Нравится На этом Большое Вам Спасибо И До скорых Встреч Пока Пока Подписываемся На канал Ставим Лайк И пишем В комментариях Чтобы Вы еще Хотели Увидеть До Встречи В Следующем Видео Пока Субтитры